Ладья плавно скользнула в сторону, лихо проскакал конь, степенно прошествовал слон. Пешки озорно прыгнули на свои места, а король на все оглядел со своего места. Если вы поняли значение каждого слова, то вы точно знакомы с аристократичной игрой шахматы. А в семейном клубе букваренок детей с ней начинают знакомить уже с 4-х летнего возраста. Есть у нас примеры, когда ребенок в 4 года приходил, с нуля занимался и обгонял всех, становился лидером уже в 5 лет, становился лучшим. То есть среди всех детей, даже до 10-11 лет. Эта игра не только положительно сказывается на повышении интеллектуальных способностей ребенка, но также способствует развитию мелкой моторики. Она способна воспитать в ребенке характер, волю к победе и демократичность. Также в процессе занятий ребята играют в парах, что несомненно хорошо сказывается на развитии коммуникабельности. Но и это не все, что может дать игра в шахматы вашему ребенку. Шахматы развивают, прежде всего, логическое мышление. Математические способности, память развивают, очень сильно развивают. Все выдающиеся математики играли в шахматы, как и все выдающиеся физики. Важно понимать, что шахматы – это то занятие, где инициатива и желание должны прежде всего исходить от самого ребенка. Иначе высоких результатов вряд ли удастся достигнуть, поэтому не стоит давить на ребенка. Но если шахматная доска вызывает у него интерес, то можно смело передавать его в руки специалистов. Занятие у нас проходит в игровой форме обязательно. То есть мы играем как можно больше. Даже если ребенок приходит и не знает ни одной фигуры, делюсь секретой, мы ему объясняем, объясняю, как ходит одна фигура, и он играет одной фигурой, или двумя фигурами одинаковыми, или тремя, или сколько мы поставим, одной фигурой. Игра идет с первого занятия обязательно. Если рассказывать только теорию, ребенку неинтересно, тем более четырехлетнему и пятилетнему. Специалисты семейного клуба «Букваренок» также подчеркивают, что основная цель занятий прежде всего – именно обучить ребенка игре в шахматы. Они не направлены на спортивный результат. Но тем не менее, показатели выпускников клуба достаточно высокие, и они успешно демонстрируют их на региональных и всероссийских соревнованиях, становятся призерами и победителями. Редактор субтитров А.Семкин